Дагестанская делегация находится в Сирии с гуманитарной миссией. Ими было проведено множество встреч и переговоров. Цель не просто передача собранных дагестанцами средств для пострадавших жителей, но и изучение ситуации на месте. Делегацию сопровождает и мой коллега Юнус Гитихмаев. Как война изменила жизнь простого сирийского народа, смотрите далее. В когда-то цветущей стране война уничтожила все. С 2011 года Сирию покинули около 5 миллионов граждан. Более 13 миллионов остаются в стране и нуждаются в помощи. Половина из них дети. Постоянная бомбежка, потеря близких и родных. Тысячи сирийцев стали заложниками сложившейся в их стране ситуации. Отсутствие еды, электричества и даже питьевой воды. Эта сирийская семья уже привыкла к таким условиям. О таких дорогостоящих продуктах, как мясо, они даже не мечтали. Нам очень тяжело. Сирийский народ страдает от нищеты, бомбежек и голода. Мы целый год не ели мясо. Нида на войне потеряла двух сыновей. Одного убили прямо на ее глазах. Второго забрали служить в армию. Вести о нем нет. Она не знает, жив он или нет. Третьего сына Юсуфа война искалечила. Сам Бог вас послал. Мы больше пяти лет не видели таких денег. А это уже другая семья. Хабиба отсыпается, а старшая сестра в ожидании очередной напасти боевиков. Дети потеряли дом и кровь. Отец с братом пропали несколько лет назад. В мирное время мать Хабибы работала в школе преподавателем. Теперь ей приходится учить детей не жизни, а выживанию. История у всех сложная. В городе Хомс таких семей сотни, а то и тысячи. В результате военных действий погибло много сирийских мужчин. Их семьи остались без кормильцев. Женщинам, оставшимся с детьми на руках, приходится жить в очень тяжелых условиях. Не хватает еды и медикаментов. Скрываясь от войны, люди вынуждены проживать в таких убежищах, где спать им приходится на голой земле. Город Забадани разрушен полностью. Бомбили днем и ночью. Люди тут живут в страхе. Забадани был под обстрелом. На крышах стояли снайперы, которые постоянно стреляли. Стреляли по любому переходящему улицу. Даже по пекарне, где люди покупают хлеб. Когда-то тут земля цвела. Люди жили в достатке. Сейчас для них важна любая помощь. Здесь дагестанская делегация раздала продукты первой необходимости. Мясо, рис, масло. Люди находятся в бедственном положении. Из-за голода распространились разные болезни. Хвала Всевышнему, сейчас к нам пришла помощь от наших братьев из Дагестана. Да воздаст им Аллах благам. Воистину, верующие являются братьями. Мы благодарим каждого, кто посодействовал в этом благородном деле. Более 9 миллионов детей пострадали от войны. Начиная с 2011 года было убито 15 тысяч детей. 50 тысяч остались сиротами. Почти 3 миллиона детей не ходят в школу. Эти страшные цифры – последствия жестокой войны в Сирии. Цифры эти, к сожалению, растут. И растут они поминутно. Люди, вынужденные за бомбежек, постоянно менять место жительства. Находиться во дворе собственного дома небезопасно. Горе миллионов истерзанных кровью и бедами людей не стоит ни одна война. Заложниками расчетливости и фанатизма зачастую становятся именно дети, которые все еще надеются на мирное небо над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова